В эти дни вся страна отмечает столетие Дня Комсомола и в рамках праздника в Малом Зале Дворца Культуры Спартак прошла встреча служащих муниципальных ведомств с представителями студенческой молодежи города. В программу мероприятия входили вокальные выступления, стихи и видеоролик об истории Комсомола. В Красной Армии против интервентов сражались молодые рабочие и крестьяне. В это время во многих городах возникали организации рабочей молодежи. Для объединения их в одну организацию 29 октября в Москве открылся первый съезд рабочей и крестьянской молодежи. День открытия съезда считается днем рождения Комсомола. Обращаясь к присутствующим, глава города Занудин Акмазов подчеркнул, что целью встречи является передача молодому поколению истории Комсомола. Я в воскресенье был в Воронежской области, там выступал громадно, был полный бывших работников, бывших комсомольцев, выступал губернатор, выступали бывшие первые секретари от кома комсомола Воронежского. Мы здесь тоже с тобой в городе поселке и в 29-м, и во всех районах так бы проходит. Но нам сегодня не только вот эта встреча важна и нужна, не только просто увидеть, что только другом отметить этот день. Все это делается для того, чтобы молодежь знала о том, что за организация была, чем она занималась. Вот по фильму они, наверное, увидели, зародилась в концу 18-м году, и сразу же в первых дней зарождения они активно включили гражданскую войну, в борьбу против интернетов в России, потом восстановить народное хозяйство, индустриализацию, коллективизацию. Член общественной палаты города Хасавюрт Зайбудин Амаров рассказал участникам о том, какой вклад прикладывался в патриотическое воспитание молодежи. В любой значительности, в любой отрасли, в любом месте комсомол шел впереди с ними больными шагами. Я тут же хочу поздравить вас. Также в честь столетия за активное участие в работе комсомола было проведено награждение медалями и почетными грамотами. Сегодня день комсомола, и многие с теплотой и трепетом вспоминают те времена, когда честь, совесть, ответственность и преданность родине стояли на первом месте у каждого, отмечали присутствующие. Курбан Гереханов, Самад ГКФ, информационная программа Пульс.